Сегодня мы с вами покопаемся вот в таком вот огромном чемодане косметических средств. Здесь будет как декоративная косметика, так и уход. Все это от компании Avon. Здесь вот на чемодане даже написано Avon Summer Beauty Digest. То есть, грубо говоря, это летние какие-то must-have и летние новинки, как я понимаю. И сегодня вас ждет не только мое первое впечатление, потому что всеми продуктами я уже пользовалась, а один у меня даже уже почти закончился. Но перед тем, как мы с вами перейдем к обзору, я хочу вас попросить подписаться на мой канал, если вы здесь впервые, присоединяйтесь к нашей бьюти-тусовке. А если вы уже ее часть, то обязательно нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться. Таким образом, YouTube всегда вас будет оповещать о выходе моих новых видео, и вы меня не потеряете среди своих подписок. Поэтому сейчас как раз самое время это сделать, и давайте приступать к обзору. Меня всегда в первую очередь интересует декоративная косметика, поэтому давайте с нее и начнем. Первый продукт уже вы, скорее всего, видели у меня на канале. Это рассыпчатая минеральная пудра от Avon, линейка Mark. И оттенок у меня здесь Nude. Я уже несколько раз эту пудру показывала, но если вы вдруг пропустили, я ее пользуюсь именно как бронзером. Сейчас она тоже у меня на лице. Она создает очень-очень легкий такой вот эффект приятного загара. Если посмотреть на нее вот просто вот в баночке, она немножко рыжит, но это именно то, что ей нужно для бронзера, не для корректора, а именно для бронзера. Она создает такой вот очень легкий естественный вариант. Я никогда не наносила эту пудру на все лицо, потому что оттенок слишком для меня темный. Но вот как бронзер я ее себе приспособила, и замечаний у меня абсолютно никаких по этому поводу нет. Дальше тоже хочу вам показать тональную основу. Это тональная основа из линейки Luxe и оттенок Natural Glamour. Обычно к тональным основам из сетевых вот таких вот брендов по типу Avon, Faberlic и прочих у меня довольно предвзятое отношение, потому что в Faberlic мне вот по сей день, ну вот ни одна тональная основа не нравится вот настолько, чтобы я прям вот сказала, что да, вот это вот мой фаворит, и действительно бы тянулась рука, чтобы пользоваться этой тональной основой. Поэтому, когда я впервые взяла в руки вот эту тональную основу, то в принципе сильно многого от нее не ждала. Что меня удивило по поводу этой тональной основы, так это ее текстура, потому что я вот в сетевых марках ранее такую текстуру не встречала. Это очень легкая текстура, вот такая вот как будто на водной основе. Эта тональная основа очень просто растушевывается, и при этом она классно работает со спонжем, то есть если ее спонжем именно растушевывать, она отлично растушевывается и очень-очень хорошо и достойно себя ведет. Вот я с уверенностью могу сказать, что из всех тональных основ, из сетевого именно маркетинга, это наверное самая лучшая, которую я только тестировала. Оттенок тоже мне вполне подходит, то есть вот как видите она неплохо сливается с тоном моей кожи. Финиш у нее достаточно натуральный, не матовый, не слишком какой-то блестящий, не слишком сияющий. Вполне такой, я бы сказала, достойный вариант повседневный. Почему бы и нет, в общем-то никаких претензий у меня к этой тональной основе не возникло. Теперь давайте поговорим с вами о лаках. Это о лаке тоже из линейки Марк. Как я понимаю, Марк это новое или относительно новое подразделение внутри Avon, и у этой линейки такое, как более какой-то современный дизайн, какой-то современный подход. И что касается этих лаков, то у меня здесь два оттенка. Один из них вот такого лилового цвета, это оттенок Leading Lady, и второй такой серебристый, даже скорее оттенок хрома, называется он Disco Diva. Я когда впервые их увидела, я название особо, кстати, не читала, и просто сделала вывод, что это вот такие вот как металлические лаки, такие блестящие довольно-таки, потому что они именно таковыми и выглядят в бутылочке. Но когда я начала делать педикюр вот с вот этим вот лаком, я просто очень сильно удивилась, когда он начал превращаться в матовый. Вернее, он не полностью матовый, то есть слегка вот такой вот совсем-совсем легкий эффект перелива в нем остается, но где-то на 90% эти лаки высыхают как матовые. К сожалению или к счастью, я не знаю, на руках я использую только гель-лаки, поэтому на руках я не тестировала, но на ногах отлично держится, и очень, кстати, на ногах непривычно, потому что я обычно делала педикюр себе классическими лаками, а здесь вот так вот я смотрю, даже вот сейчас вот этот оттенок у меня на ногах, и достаточно необычно и интересно вот такой вот полуматовый финиш смотрится на ногах, поэтому однозначно из моей коллекции лаков они выделяются, и я ими буду продолжать пользоваться. Теперь, что касается уходовых средств, вот у меня практически закончилось средство, это термальный гель антицеллюлитный разогревающий. Как видите, в общем-то я им попользовалась уже очень хорошо, у меня осталось там буквально на 1-2 раза, наверное, этого средства. Его нужно использовать по инструкции аж 2 раза в день, я использую 1 раз в день по утрам это средство, оно, да, разогревает кожу, но я бы не сказала, что слишком сильно, потому что другие средства, которые у меня есть разогревающие, зачастую у меня от таких разогревающих кремов даже краснеет кожа там, где я наношу этот крем, но этот, я бы сказала, очень такой вот light вариант, да, есть такое небольшое ощущение разогрева, но не слишком сильное. Что касается действий, то, ну, мне очень сложно судить по поводу действий этого крема, потому что на самом деле все это нужно совмещать в комплексе с питанием, со спортом, с массажами, тогда все эти средства работают. Если лежать на диване и ничего не делать, то, понятное дело, не работают. Также, кстати, здесь вот в комплекте, ну, вернее, это не в комплекте, это приобретается отдельно, но у меня в этом чемодане тоже был вот такой вот роликовый массажер. Этот массажер отчасти необычный, потому что раньше я не встречала массажер с железными такими вот роликами. Он агрессивный, сразу скажу, то есть если им начать массажировать проблемные зоны, то можно очень хорошо воздействовать на них. И мне кажется, что это классная штука для того, чтобы именно разбивать какие-то проблемные зоны. И мне кажется, что он вот в комплексе с вот этой штукой очень даже неплохо себя показывает. Дальше, что касается ухода, протестировала я еще одно средство. Это смываемый увлажняющий лосьон кондиционер для тела. Здесь указано для сухой и очень сухой кожи. И предполагается, что после того, как вы принимаете душ, вы вот этой штучкой полностью обмазываетесь. Буквально там несколько секунд она должна побыть у вас на теле, после чего вы смываете и таким образом вы заменяете какой-то увлажняющий крем или масло для тела и экономите время, в общем-то. У меня кожа тела, в принципе, в отдельных участках, я бы сказала, что достаточно сухая. Особенно это касается рук и, наверное, ног. Потому что, особенно летом, если ходить на море, ноги от песка постоянно очень сильно сушатся. И мне требуется такое вот хорошее увлажнение. К сожалению, мне конкретно этот лосьон не заменяет масло для тела. Особенно вот в моих вот таких вот проблемных сухих участках кожи. Если где-то по остальному телу, в принципе, нормально, то на таких вот участках, там где действительно есть сухость, он меня не спасает. То есть я отдельно там еще обязательно прохожусь маслом для тела, либо какими-то кремами для увлажнения, потому что этого мне недостаточно. Это очень легкий вариант увлажнения. Вот действительно, если вы никогда не ощущаете сухости на вашем теле, и вам просто слегка хочется добавить вот какой-то мягкости, да, кожи, какой-то вот шелковистости, вот это вам понравится. Если же вы хотите действительно заменить увлажняющие средства, но при этом у вас сухая или тем более очень сухая кожа, я не уверена, что оно для вас сработает так, как вы в идеале себе это представляете. Средство, которое работает в свою очередь и которым я пользуюсь с удовольствием, это SPF защита SPF 30 UVA, высокая степень UVA UVB, PA тут 3+. Мне это средство вполне понравилось, достаточно быстро оно впитывается. Если вы еще в SPF защите не полностью разобрались, я вам советую посмотреть мое видео. Поэтому, если вы до сих пор думаете, что SPF 30 это в 2 раза выше защита, чем SPF 15, я вам советую очень сильно посмотреть это видео и разобраться все-таки в вопросе SPF, особенно сейчас пляжный сезон, поэтому это просто крайне необходимо. Что касается характеристик конкретно этого крема, он имеет вот такой вот белый налет, но в то же время он достаточно быстро все же впитывается и у него, что меня поразило, приятный запах. Последнее, что я вам сегодня покажу, это парфюмы. У меня здесь женский аромат и мужской аромат. Мужской аромат, кстати, больше у меня здесь 75 мл, женский 50. Давайте, наверное, начнем с женского. Перед тем, как выносить свой вердикт, я немножко попользовалась, то есть вы видите, что здесь уже не полная бутылочка. Что хочу сказать. Женский аромат для меня лично, для моих вкусовых предпочтений, слишком сладкий и слишком простой. Я бы этот аромат не использовала бы, наверное, на вечер, на выход куда-то. Для меня он все-таки слишком простой в этом плане и неинтересный, скажем так. Возможно, для меня это был бы неплохой повседневный вариант, если бы он не был таким сладким. Вот для меня это слишком вот такой удушающий запах каких-то печенек, наверное, как-то так вот. Вот в кондитерских часто вот такой вот аромат стоит, когда ваниль, когда много сахара, какой-то патоки, карамели. Вот такой вот запах стоит обычно в кондитерских. И для меня это как бы тумач немножко. Что касается мужского аромата, то, на мой взгляд, он немножко более интересный. Я этот аромат мужу подарила, и он им пользуется. Как видите, он даже больше израсходовал, чем я. Он сказал, что ему вполне нравится, что ему подходит. То есть никаких претензий у него к этому аромату не возникло. Хотя, в принципе, он у меня парфюмы любит. То есть у него не одна бутылочка какая-нибудь, которую я ему там подсуну. То есть у него достаточно обширная коллекция парфюмов, и он каждый раз там выбирает, какой ему подходит, какой ему там по настроению нравится. И к этому у него никаких претензий не было. Он тоже достаточно, я бы сказала, такой вот классический мужской аромат. То есть вот эта вот такая вот свежесть с легким намеком на что-то такое вот, как перчинку какую-то. Ну вот как вот обычно делают мужские ароматы. Но в то же время меня он не отталкивает. То есть это не такой вот какой-то удушающий парфюм и какой-то, ну уж слишком банальный, да, как там, я не знаю, гель после бритья. Поэтому я бы сказала, присмотритесь к нему в каталоге, поощущайте его, попробуйте, потестируйте. Может быть, вам тоже понравится. Как вариант, он стоит недорого, поэтому можно как вариант, в принципе, заценить. Ну вот и все. Рассказала я вам о всех новинках Avon, которые у меня появились недавно. Обязательно напишите, что из этого пробовали вы и какое у вас впечатление по поводу этих продуктов. Потому что на моем обзоре все не заканчивается. Обязательно делитесь тоже своими ощущениями. И зрители тоже будут читать и ваши комментарии. Таким образом у нас получится более широкий такой обширный обзор. Поэтому не ленитесь, обязательно пишите. Надеюсь, что к этому времени вы уже подписались на мой канал. Если же нет, обязательно это сделайте перед уходом. И мы тогда увидимся с вами в следующих моих видео. Субтитры сделал DimaTorzok